В Одессе изобрели новый способ борьбы с неугодными депутатами. Вслед за грязными листовками и плакатами с сомнительным содержанием появились липовые депутатские запросы. В Одессе мастера грязных технологий изобрели новый способ компрометации неугодных депутатов. Вернее, речь идет всего об одном депутате, Лилии Леонидовой, которого, правда, уже не единожды пытались замазать грязью черные пиарщики. Напомним, некоторое время назад на нее было совершено нападение, женщина была избита. После этого по всему городу были расклеены листовки весьма грязного содержания с не менее грязными картинками. Но когда очернить депутата, который имеет смелость выступать против действий нынешней городской власти, не удалось, был придуман еще один способ очернения. На сей раз Лилию Леонидову стали компрометировать с помощью липовых депутатских обращений, посланных якобы от ее имени в самые разные инстанции организации и предприятия. Узнала о липовых запросах депутат абсолютно случайно. Якобы мой запрос ушел адресату, которого не оказалось по адресу, который направляли, и получается, что он вернулся не ко мне, а вернулся в городской совет. Получив на руки, я понимаю, что это не мой запрос, я его никогда не делала адресату, я никогда, это не моя подпись, и, собственно, сейчас работает портал «Мой депутат», и я пользуюсь в основном, не в основном, а, как правило, этим порталом. В электронном виде мы отправляем все запросы, и имею доступ к нему только я. Поэтому меня удивило. Я начала разбираться, и выяснилось, что да, имеет место отправка от моего имени поддельных запросов, которые распечатаны на фирменном бланке городского совета. Куда и зачем отправлялись запросы? Ну вот, например, к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, у которого депутат якобы пыталась получить информацию личного характера. Последнее, что я получила ответ от генеральной прокуратуры на те вопросы, на которые я не задавала вопросы. И, собственно, для моей депутатской деятельности эти вопросы не важны. Я как депутат здравомыслящий не планировала задавать их ни генеральному прокурору, ни другим высостоящим. Вот для примера, что такое, ну, чтобы зритель понял, ну, там, не знаю, почем картошка сегодня на рынке. Ну, я не знаю, я так, вдруг... Ну, вопросы личного характера. Где отдыхаете, когда отдыхаете и так далее. То есть меня никогда не интересовали эти вопросы, и, собственно, я не планировала получать на них ответы. Но самое интересное, что все запросы были отправлены на официальных депутатских бланках, которые каждый депутат или его помощник получает в городском совете. Что, согласитесь, не может не наталкивать на мысль о том, что главный источник этой мерзости обитает где-то в мэрии. Понятно, что некоторую связь, что действительно бланки есть у депутатов, и есть доступ у чиновников. Однозначно, потому что это бланки, к сожалению, не строгой отчетности, поэтому здесь и есть место манипуляциям. Да, понятно, наверное, неудобно, когда я задаю вопросы, неудобно, когда я освещаю какие-то проблемы города. С этим я соглашусь, но в то же время, как иначе. То есть мы все живем в этом городе, и я, как и, наверное, многие в городском совете, за то, чтобы Одесса развивалась и процветала. И здесь я думаю, что такие методы на меня точно не подействуют, и я точно не отойду в сторону. Лилия Леонидова уже подготовлена на обращение, которое будет направлено к Генеральному прокуратуре Украины с просьбой начать разбирательство по данным случаям с целью установления лиц, которые таким образом пробуют повлиять на нее, как на депутата Одесского городского совета. И на всякий случай сообщаем, этот запрос будет настоящим.